Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Поздравляю вас с Днём Святой Троицы. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня воскресный вечер у нас в гостях протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте, Отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Тоже от всей души поздравляю вас с Днём рождения Церкви со шествием Святаго Духа на апостолов. Сегодня у нас последняя передача перед нашими каникулами летними. Так что, у кого есть вопросы серьёзные, спешите набирать наш номер. Батюшка, в церковном году есть праздники, посвящённые Иисусу Христу, есть День Святой Троицы, День Святаго Духа. Почему нет Дня, посвящённого Богу Отцу? Такой вопрос на День Святаго Духа задают мне уже лет 35. Что могу на это сказать? Не знаю. И я думаю, вопрос проистекает вот из чего. Дело в том, что День Святаго Духа – это не праздник, а попратство Святой Троицы. И в церковных книгах он именуется как «Понедельник Святаго Духа». То есть, это есть некое такое попратство, в которое, ну, совершается такой удивительный канон Святому Духу. Вот. И, ну, так постепенно в сознании это превратилось, и так мы именуем в наших календарях День Святаго Духа. Вот. А так, конечно, мы во Христе, который сам сказал «Я, Отец, одно», мы празднуем всю Святую Троицу, потому что она нераздельная. То есть, каждый праздник, посвящённый Господу нашему Иисусу Христу, есть День Святой Троицы. И есть Святая Троица. Потому что, ну, некоторые даже так буквально, ну, например, Богоявление. Мы же празднуем события, где и глаз Отца с небес был, и Дух Святый в виде голубя, и сам Господь погружался в воды Орнанские. И явление всей полноты Святой Троицы. Так что, это мы всегда... И каждая литургия, мы же её, так сказать, направляем к Отцу Небесному. Ну, и всё совершается благодатью, и установил Таинство сам Сын Божий. А можно сказать, что любой церковный праздник – это и есть прославление Бога Отца. Конечно. И Пресвятой Троицы. Безусловно. Потому что без Его благодати не может быть... Да, без Его благословения, без Его Церкви. Просто мы Его прославляем в разных формах. Через святых, через события, которые были... Да. И мы, когда празднуем День Святого Духа, мы Его не отделяем от полноты Святой Троицы. Скажите, пожалуйста, как спасаться, если очень горд, внешне соблюдая всё, но как тут фарисей пропадаю? Ну, сама обстановка вопроса, она неверная. Хотя в обиходе можно услышать, и в древних житиях писалось, что один вопрошает другого. Ну, как спасаешься? Вот. Ну, имелось в виду всегда, конечно, что не как спасаешься, а то, что сам человек спастись не может. А как тебя Господь спасает? Вот просто, может быть, для краткости. Вот. Потому что... Да, гордый человек, он думает, что он спасается сам. Это большое заблуждение. Спасает спаситель. На то он и спаситель. А наша задача ему не препятствовать, а ещё лучше содействовать. Поэтому как от гордости избавиться? Нужно вытеснять смирением. То есть, постоянно поступать против своей гордости. Да. Мои родители большую часть жизни провели в ссорах. Последние шесть лет они вообще друг с другом не общаются. И я с ними не очень-то стремлюсь общаться. Очень тягостное это общение. Нарушаю ли я заповедь о почитании родителей, прекратив общение с ними? Можно относиться с почтением и сведя общение до минимума. То есть, это ведь вопрос совести человека. Это мы можем спросить, но люди для этой семьи внешние. Как у тебя дело обстоит с заповедью о почтении родителей? И человек внутри своей совести должен решить. Как он? Если без почтения, то это неправильно. Многие говорят, на расстоянии это почитать легче. Разумеется, никто не спорит. Потому что, когда человек от тебя что-то ждёт или требует, то это как-то труднее даётся. Но здесь мы должны участвовать в выработке навыка в искусстве возможного. Апостол говорит, по возможности будь со всеми в мире. Потому что не всё от нас зависит. От нас зависит только одна часть. И вот в своей части мы должны делать всё, что возможно. То есть, мы двигаемся навстречу человеку, а он может к нам навстречу не выйти. Конечно. Ну, в ту меру, в которой для нас это допустимо. И в ту меру, чтобы его не раздражать. Но этот человек может жить только внутри своей совести. Потому что очень мало информации. Это надо, собственно, пожить с ними от встречи до встречи. И послушать разговоры, как родители относятся к сыну-сынку. Как они комментируют его такое отстранение. И так далее, и так далее. И тогда можно решить. А так вот заочно сказать... С иным человеком благо есть не общаться вообще. Ну, конечно, даже это есть, может быть, и твои родители. Я сегодня присутствовал при одном общении. Даже в нём участвовал. Где юноша молодой благодарил за то, что его отобрали у его матери. И он благодарил, и слёзы лились из его глаз. Потому что её участие и его брата было ужасно. И он осознаёт, от чего он был спасён. И благодарил тех людей, которые его спасли. Так что всякие бывают жизненные обстоятельства. И я думаю, не Господь Бог. И он не говорил о матери без почтения. Как-то ничего. Очень даже деликатно этой теме коснулся. Хотя у него слёзы лились из глаз. Так что всякие бывают обстоятельства. Очень вполне уважительные. Но это решается только внутри. Только человек сам может сказать. Обычно вот ну, каждый день приходят люди, которые раскаиваются в том, что недостаточно хорошо относились к родителям, которые вот умерли. Там, третьего дня или девятый день. Вот пришли в церковь, помянули, а говорят, вот приходят на исповедь. И я вот чувствую, что я совсем не всё сделал. Я мало общался, я раздражался. И это все абсолютно. Почему-то со смертью человека всё плохое забывается. А вот не надо ждать, пока человек умрёт. Надо делать, чтобы, когда умер человек, чтобы твоя совесть была спокойна. Что ты сделал всё, что мог. Есть вопрос у нас, батюшка. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшки. Хочу поздравить вас, во-первых, с праздником. И у меня вот такие вопросы есть. Я прочитала книгу Иоанна Крестьянскина, и он советует молиться Святому Духу. Могу ли я молиться Святому Духу без благословения батюшки? Второй у меня вопрос. Могу ли я читать Акафисты сразу нескольким святым? И третий вопрос. Как молиться о людях, которые занимаются чёрной магией? И как с ними общаться? И надо ли молиться о них? Спасибо. Понимаете, дело в том, что отец Иоанн Крестьянкин, он же был батюшка. И раз он говорит об этой молитве, то зачем вам нужно ещё какой-то батюшка? 28 тысяч батюшек? Это вообще к чему? Вы читаете книгу очень авторитетного, духоносного, я не побоюсь сказать, святого человека. И там он даёт вам такую рекомендацию. Что тут? Какие могут быть вопросы? Второе там, о чём было? Акафисты за нескольким святым. Ну, а почему нет? Для этого книжки Акафистов издают, читайте на здоровье. И третье – это молитвы за колдунов, занимающихся всякой чёрной магией. А какая нужда за них молиться-то? Я не пойму. Но, может быть, чтобы человек оставил своё колдовство, покаялся, обратился к Богу? Вообще-то, молиться человеку можно за кого угодно. Но, если человек пребывает в каком-то таком... Ну, если это родная дочка, то за неё, конечно, нужно помолиться. А если какой-то посторонний человек, ну, какая нужда? Он сам стоит или падает. Это и, как бы, его дело. Апостол говорит, молитесь друг за друга, да исцелеете. Друг за друга. Но человек, занимающий магией, какой он тебе друг. Это, скорее, не друг. Ну, и за врагов велено молиться. молитва не может быть не полезна. Просто надо тоже иметь возможность распределять свои силы. то есть, человек иногда пытается спасти кого-то, молясь за него, забывая о себе? Ну, о себе, о своих сродниках, о своих детях, о своих внуках. А вообще, вот, длинный синодик поминовений, он вообще полезен? А это кто как решает. Это по силе, возможности, по желанию. Это опять у человека надо спрашивать. Вот ты пользу ощущаешь? А когда подходят с просьбой помолиться за человека, которого я совсем не знаю? Ну, и сразу помолись, Господи, помилуй. Пока вот назвали его, да? Ну, да. Есть вопрос у нас еще. Алло, слушаем вас. Пока беседую. Ну, беседуйте. Попросим вас все. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Отец Минитрий и отец Александр. Угадали. Это мы. Праздник у вас Святой Троицы и предстоящий день Святого Духа. Он уже начался по-нашему. Хорошо бы выключить. У меня такой вопрос. А вот какой нам неведомо? Неужели православный народ Украины настолько удалил себя, отдалил от Бога, что Господь пытается его вразуметь через все это жестокость ужасы и безумие тех событий, которые там и происходят? Конец цитаты. Цитаты откуда? Откуда цитата? Отключили сегодня. Ну ладно. Неужели? Дело в том, что обычный человек, к сожалению, очень склонен к тому, что именуется пропагандой. И поэтому пропаганда, так как идет у нас война такая холодная, между Россией и Америкой, она идет с двух сторон. И поэтому одни люди получают одну информацию, а другие прямо ей противоположно. И у них складывается определенное от этого впечатление. Вот собственно и это ответ на этот вопрос. Вопрос он звучал, вот мне сейчас подсказали, духовное осмысление событий на Украине. Для чего это Господь попустил? Ну, кто я такой, чтобы обсуждать дела Божии? Любое действие Божие, либо прямое благословение, либо попущение, это всегда наказание Господне. И надо каждому человеку для себя решить, почувствовать, какой наказ нам дает Отец Небесный через то или иное событие. Что он нам хочет через это сообщить, в чем нас хочет вразумить, к чему нас хочет подготовить, какие силы в нас он хочет мобилизовать. То есть это вразумление не только украинскому народу вообще, всем живущим на земле? Я думаю, да, потому что сейчас через СМИ каждое событие, ну, не каждое, это я, может быть, слишком сказал, но многие события становятся достоянием, ну, если не всех, то большей части человечества. И люди становятся так сказать невольными участниками этих событий, хотя бы то, что они знают. Но люди уже все разделились, кто за одни, кто за А это зависит, ведь самостоятельно мыслящих людей, их не так много, говорят, что их 8%, а остальные вот чистят той пастой зубы, которую рекламируют по телевизору. Когда другая будет реклама, они поменяют пасту. Поэтому законно-пропаганда воздействия или манипуляция общественного мнения, она продолжает действовать. И тут с этим ничего не сделаешь. Это такое разделение даже в семьях. сейчас это очень заметно стало. Одни люди считают, что там на востоке воюет русская армия, убивая украинцев. Другие люди считают, что это фашисты, пришедшие из запада Украины, убивают русских. Вот а на самом деле вот мы слышим там летчики переговариваются это же по-русски. На самом деле русские убивают русских. Что у них происходит в сердцах и головах это трудно представить. Мы знаем, что русские сбивали русские самолеты во время осетинского южноосетинского конфликта с Грузией. Конфликт заключался в том, что грузинская армия напала на Цхенвал и открыли огонь по русским миротворцам. С этого началось. А потом дальше дальше. ну а потом известна была операция, которая очень изящно называлась принуждение к миру. Так как источником этих всех людей является администрация Соединенных Штатов, о чем свидетельствуют постоянные приезды высочайшего уровня руководителей Соединенных Штатов. тех, которые и у нас в стране никогда не бывали. И вдруг зачастили. И там зачастили. Но ясно, что сразу активизация определенных действий. И это собственно никто и не скрывает. Все открыто по телевизору показывают. Поэтому всегда же больше виноват тот, кто организовал заказное убийство, нежели чем исполнитель. Хотя заказчика обычно трудно определить, но здесь он собственно и не прячется проявлять недружественную позицию, потому что вот ну то положение самого главного царя горы начинает ускользать. Столько потрачено сил на то, чтобы Россию вывести из строя. А она видишь опять строит и ракеты, и космодромы, и подводные лодки. С точки зрения это форменное безобразие. Как они это вообще себе позволили? Ну да. причем ну казалось бы все уже готово. Никак не падает. И опять вот Россия она как-то выворачивается и находит какой-то свой путь. Даже внутри России подготовили людей, которые не любят Россию. Всеми силами своей души. И все равно вот большинство людей, даже на которых рассчитывали, она вот эта часть людей. Поэтому тут нет ничего удивительного. Я думаю, что пройдет какое-то время. Понятно, военные события, они не могут идти бесконечно. И все-таки до людей доходит. Иногда долго. Некоторые вещи там никак. Вот, например, сейчас движение возникло по тому, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград. Я предлагаю вернуть старое название митрополитену московскому имени Лазаря Моисеевича Кагановича. Ну, а что? Вернуть старое название? Раз уж так. Начали менять. Ну, нет, вообще, Царицын нельзя назвать. Это же город, это же не Сталин построил. И Сталин там ранений не получал. И под видом лейтенанта Павлова он там не воевал. Так называют Царицын место подвига русского народа. Это же Царица. Этот город благословил строительство, никакой не Сталин. Сталин вообще, так сказать, до границы родился Осетии и Грузии. Где вообще к России косвенно имел отношения. И шесть раз на каторге был. и власть в стране она была совершенно нелегитимна. Это модное слово можно употребить. Натуральный был узурпатор. Но надо же это понимать. Ну да, при нем русский народ выиграл войну. Но если в войне погибло бы на шесть миллионов немцев два миллиона русских, ну тогда бы да. А так, собственно, в чем его такой особенный подвиг, что русских погибло двадцать девять миллионов, а немцев шесть. Это, по-моему, такая цифра. Очень даже не говорит о благополучной защите рубежей нашего Отечества. Скорее похоже на самоуничтожение. Потому что Александр Васильевич Суворов, который признал наш народ лучшим полководцем, он всегда выигрывал меньшим количеством солдат. Всегда. И ни одного сражения не проиграл. А здесь даже в этом котле Сталиноградской битвы полегло примерно поровну. И немцев, и русских. Подвиг этот, безусловно, но как так это организовать, чтобы было так? Надо было, чтобы русских в десять раз меньше погибало. Есть вопрос у нас, батюшка. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, с праздником. Вас так же. Спасибо большое. От Ивана Христос объясняет все время, он говорит примеры, что я виноградная лоза, отец винограды. Учеников успокаивают, не радуйтесь, я ухожу к отцу, потому что отец более меня. Так более отец выше порану, или все-таки они равны все и по стать. Почему так? Говорит, что отец более, а он вроде ниже. он учил своих учеников смирению. А так в другом месте он говорит, я и отец одно. Помните, с одним из своих учеников говорил. Поэтому из Евангелия нельзя выхватывать отдельные слова. Нужно воспринимать все слова Христа Спасителя и все его поступки. Тогда не будет никакой путаницы, не будем отдельные слова брать за то, что нам понравилось, а остальное уводить в сторону. Вот собственно и все. Прошу рассказать, в связи с чем и по какому правилу от Вознесения до Троицы утренней и вечерней молитвы начинаются с Три Святого? Да очень просто. Просто отлагается эта молитва, чтобы с особым чувством ее пропеть на всеночной под Святую Троицу. Некое такое воздержание. Да, когда начинает петь Царю Небесный на все. А разве Три Святой это не есть прославление Святой Троицы? Нет, конечно, но именно эта молитва Царю Небесный опускается на недельку с небольшим. По-моему, это очень такое красивое с точки зрения литургической жизни церковной действом. То есть мы в таком ожидании. Да, в ожидании, чтобы нам пережить ожидание подобно тому, которое пережили апостолы, когда ждали сошествия на них Святаго Духа, находясь в Иерусалиме в Сионской горнице. Им было обещано. Им было обещано. И нам обещано, что на Троице, на всеночной мы всею церковью запоем Царю Небесную. В Писании... Вот я даже удивляюсь, но неужели это непонятно? Так это надо как-то объяснять. Но понятно, когда человек это уже прочувствовал, когда он это вот... Ну, когда он первый раз с этим столкнулся, но неужели он не чувствует? По-моему, это все... Вообще, все, что в церкви происходит, особенно в нашем, ну, абсолютно потрясающем богослужении, ну, все прекрасно. Я в церковь давно хожу, больше, я уж не знаю, 45 лет, я не перестаю восхищаться. Хотя, казалось бы, каждый год служба повторяется, праздничной службы одни и те же, и в то же время так ждешь их всегда с таким прям благодарением. Ну да, потому что и сам стал постарше, что-то понял, что-то из Писания открывается, ну, и потом какое-то настроение, и самочувствие другое, ты вообще другой уже человек. Очень как замечательно, что мы можем каждый год переживать эти события заново и заново и заново. Мне кажется, их носы ими насыпятся невозможно. Наше богослужение живое Евангелие. Мы вот благодаря богослужению как бы за Христом и ходим вот этими кругами, начиная от Рождества и кончая его сошествием Святого Духа на Апостолах. Вот закончился вот этот замечательный цикл пентикастальный. Удивительная красота. всегда так жалко тех людей, которые этого богатства не знают и как-то не прикасаются к нему или ничего в этом не понимают. Как-то вот... Ну вот, пытаются люди как-то проникнуть в тайну всего этого. Да, Бог проникнул. очень рационально. Тут, по-моему, ну, это как музыка. Конечно, в музыке тоже есть рациональная часть. Зачем здесь эта нота, да? Да. Без нее? Нет. Участие каждой ноты, оно оправдано законами гармонии. Вот очень много музыкантов, они же и математикой занимаются, потому что там все это выверено. Есть определенные законы гармонии. Так любую ноту не поставишь. Это будет диссонанс и будет некрасиво резать ухо, будет ощущение, что рояль расстроен. Чтобы играть музыку, используя диссонанс, нужно такую музыку сочинить, когда диссонанс станет убедительным как прием. Это очень совсем непростая задача. Так это тоже ставится и в современной музыке используется диссонанс. Это уже другое, это становится языком музыкальным. Вот в богослужении вот эти все нюансы соединения рядовой службы с праздничной, конечно, это удивительно. Есть вопрос у нас. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Алло, отец Дмитрий, я купила книгу ваших проповедей, и вот мне очень интересно, как она создавалась, потому что очень интересно написана моя речь, читается очень легко и в то же время информации очень много, написана очень подробно, и вот мне интересно, вы как заранее, или это была стенограмма какая-то вот в те времена, конец 80-х годов, вот интересно узнать, как эти книги вы издавали. Некоторые люди записывали их на монитофон, и какая-то часть пленок осталась. И вот эти пленки расшифровываются, потом редактируются, а потом я после этой редакции вношу свою правку, и получается итоговый текст. Да, вот такая многоступенчатая работа с участием многих людей. Павеличка, а насколько серьезная правка, то есть насколько она отличается текст от слова, которое вы говорили? Ставится задача сохранить и речевую интонацию. И это удается, потому что я когда читаю, я сам себя слышу. теперь все реже, но раньше я даже вспоминал эту проповедь, мог сказать, что дальше будет. Сейчас, конечно, уже памяти такой нет, но себя знаешь, все равно последнее слово за мной. Я, так сказать, пускаю в печать. Если это я, то я. То есть можно сказать, что эти писанные проповеди, они, в общем-то, соответствуют тому, что вы говорили? Конечно. Хотя кое-что мы сокращаем. Безусловно, потому что тогда я был еще малоопытный проповедник, иногда говорил по полтора часа, но это невыносимо. Полкнижки одна проповедник. Да, ну, не полкнижки, но, в общем, довольно долго. Вот, но это, конечно, особые вещи, так сказать. по-моему, рекорд был час сорок, что ли, что-то в этом роде. И так я пояснял и апостол, потом Евангелие, а потом переходил к житиям святых этого дня. То есть это вообще умаривал народ вообще капитально. Вот, сейчас, конечно, я могу это свободно регламентировать. Вот, ну, также на письме, конечно, мы несколько, бывает, изменяем композицию и сокращаем, ну, чтобы была, ну, одна линия в ней была, для того, чтобы, ведь цель этих книг, она такая миссионерская, поэтому для меня, как автора, главное усвояемость. А так вот, ну, все сохраняется, ну, какие-то слова паразита мы, конечно, исключаем и так далее. Спасибо, батюшка, есть звонок у нас. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Угу. Угу. Ну, что, будем говорить или чего? Добрый вечер, батюшка. Это из Самарской области, Зинаида вас беспокоит. Вот, в народе существует такая примета, что на День Святого Духа нельзя работать с землей, вообще землю не трогать и все, что на ней растет. Насколько это верно и откуда это, вот, такое поверье появилось, если можно. Открыть, пожалуйста. У меня был соученик в семинарии, звали его Владимир. Сейчас он уже священник, но мы давно уже не виделись. Он в таких случаях говорил так. Это какое-то новое суеверие, я еще не успел с ним ознакомиться. Вот, я не знаю, что там в самарском народе происходит, но я такого за свои 60 с лишним лет ни разу не слышал. Чтобы землю не трогать, чтобы промокашку не жевать, не знаю, первый раз слышу. Какое-то новенькое суеверие для меня. Все равно, что я отношусь к этому спокойно. Не трогаешь и не надо, трогаешь и тоже спи спокойно. Если бы у нас здесь была земля, я бы сейчас на ваших глазах бы тронул и увидели, что я остался такой же, как и был до того. Интересно, творчество потрясающее. народ у нас творческий. Вот спроси у прихожанина, расскажи мне учение церкви о Святой Троице. Большинство будет затрудняться. А вот какую-то вещь про а можно ли запускать воздушные шарики разноцветные на Троицу, это обязательно в следующий раз сочинить. Какие-то вместо истин веры какие-то все в основном суррогаты. Бабючка, но может быть потому, что учение о Святой Троице это сложно человеку современному постигнуть? Ну, мне кажется учение вот про земельку как трогать нельзя трогать на День Святого Духа это еще сложнее объяснить. Потому, что когда в Японии у нас сошествие Святого Духа то в Москве еще вовсю празднуем Святую Троицу. А земелька то у нас одна. Значит японскую уже нельзя трогать земельку а русскую еще можно. Это значит надо вот так по земельке идти на четвереньках и ее трогать оборот делать. А вот как это объяснить это извините. Я не представляю. Но обычно не объясняют а просто говорят нельзя и все. что ты тут спрашиваешь. Ну да. Ну вот ко мне с этим я теперь буду знать. Спасибо старого дурака просветили. Есть вопрос у нас. Алло добрый вечер. Алло. Да, да слушаем вас. добрый день. Ну пожалуйста добрый день. У меня следующий вопрос к отцу Дмитрию. Скажите пожалуйста у нас вот такое затруднительное положение. Женщина христианка православная но в процессе жизни она отошла и стала посещать ботистские собрания. и в конце жизни она решила в общем-то перед смертью чтобы ее поведал православный священник. Но этого не удалось. Она умерла и не получила вот этого православного покаяния. однако мы потом решили пригласить священника для того чтобы он провел службу панихидом. Но тот узнав об этом в общем-то скажем отказался. Поэтому мы не знаем что делать. Можем ли мы скажем в церкви ставить денисовички вот за эту женщину. Женщину глубоко ее мужчину. Понимаете какое дело? Молиться мы можем вообще за кого угодно. Не только за человека крещенного в православие перешедшего в баптизм а и не принадлежащего никакой религии. А по поводу умершего человека инославного даже у нас есть специальный чин особенный отпевание. Вот недавно ко мне пришли группа музыкантов гитаристов православных и попросили мне совершить отпевание одного из самых гениальных музыкантов 20-21 века Пако де Люсия такой гитарист. Он в стиле фламенко такой замечательный импровизатор. Я взял этот чин из нашего требника и мы вместе все совершили этот чин с этими ребятами. Также можно и эту женщину по этому чину инославных. Но она сознательно так сказать отошла от церкви. и конечно тут это будет какое-то насилие. Понимаете? А если ваша семья была мусульманская, а вы бы ее по исламскому обряду погребли как бы для ее души. Она баптистка и очень даже и пожалуйста. А то, что у нее был какой-то шаг к православию, ну Господь же ее душу будет принимать. Он там сам решит. Как ему считать? Тут никакого собственно и затруднений нету. Все чин-чинарем. Бариш, ну очень распространенный такой вот случай, когда человек крещеный всю жизнь не обращал никакого внимания на церковь, не ходил, не причащался, не исповедовался, умер, приходит, давайте его отпоем. Не будет ли это насилие над его выбором как раз в жизни? если человек не был таким атеистом, ну например, Владимир Владимирович Познер, он говорит, я в Бога не верю. В этом случае его, хотя он крещеный, католицизме его отпевать по чину инославных будет грешно, потому что он заявляет о своем атеизме, но если он перед смертью скажет верую, Господи, помоги моему неверию, исповедовать себя христианином, заблудшим, то уже можно, может, человек в последний час, поэтому если известно, что человек высказывал в последнее время перед своей смертью, что он атеист, в Бога не верит, нельзя отпевать это кощунство, насилие над его душой, а если человек, ну как некоторые говорят, а я не против в Бога, то есть он признает его бытие и он признает себя не противником Бога, то в таком случае можно и помолиться о упокоении его души, а что тут такого-то? Ну а если человек вообще никак не выражал ни за, ни против, ну просто жил-жил среди таких же родственников, смотря как жил, если он умер в беспробудном пьянстве это повод к тому, чтобы его не отпевать, а если это был труженик и добрый хороший человек и хороших детей воспитал, то можно и отпеть, он по душе христианин, а так не был обучен, не знал, как вообще в церковь ходить, у нас мужичи это все трусовато, а что скажут, а что я там скажу, а как я буду стоять, а я не знаю, я не умею, ему говоришь, ну давай научу, он говорит, да мне уж поздно, та вот интересно, да, ну так женщина в этом плане посмелее, это от гордости все, все боится, как он будет выглядеть, и что скажут, мужики из-за этого больше всего очень страдают, кто что скажет, для них это прям так переживают это событие, что кто-то что-то скажет, господи, не палкой же с гвоздем по голове дали, что-то, ну кто-то что-то сказал, ну подумал, ну вот, к сожалению, факт есть факт. Скажите, пожалуйста, до Кирилла и Мефодия на Руси была письменность, или мы были беспросветные дикари, в разных источниках пишут по-разному. письменность какая-то была, конечно, но я не могу являться специалистом. Нельзя сказать, что мы были беспросветные дикари, потому что если были беспросветные дикари, то тогда бы не смогли воспринять учения, ну, можно сказать, Кирилла и Мефодия. есть версия, что вот они приходили вообще тоже и на Русь тоже такая есть. Я сам читал у одного историка. Вот. Поэтому то, что народ был готов, то есть почва была подготовлена. Конечно, конечно. Нельзя сказать, что совершенничные дикари. Нет, было уже государство, были определенные торговые отношения. и потом, ведь еще до принятия христианства воевали с Византией. И даже Константинополь брали. Это говорит о том, что было общение. это общение с этой культурой номер один цивилизации во Вселенной. Это очень много означало. Это конечно общение было и нельзя сказать, что дикари. Конечно, по сравнению с просвещенной Византией, это, конечно, дикарей. Это понятно. Но как человек, который знает русский язык, он не может считаться дикарем. потому что у него есть доступ ко всей русской литературе и ко всей мировой науке. Он через русский язык может кого хочешь читать, хоть Ивариста Галуа, хочешь квантовую механику изучать через русский язык. У него все выходы есть. Поэтому даже просто знание русского языка. что сравнивать и как? Почему в нашей стране многие русские люди называют себя православными христианами, но при этом не знают элементарных вещей из Евангелия? Дело в том, что для них термин православных христианин означает, они наследники этой культуры. Ну еще крещены. Ну и еще крещены. Крещены. Потом в школе проходили Пушкина, который является основателем русского литературного языка, который тоже был крещеный. И так далее. то есть сама культура наша и музыкальная, и поэтическая, и историческая, она вся на христианской почве. Поэтому он ну как бы опосредованно он включен в христианскую систему ценностей. И не только русские. И большинство наших евреев и татар. Они даже вот такие люди очень национально настроены, они даже не представляют насколько они русские. Куда бы они приехали воспринимать только русскими. Хоть он четырежды татарин и дважды еврей, все равно он для всех русский. И в этом нет ничего ни плохого, ни обидного. Это богатство. Ну вообще богатство уникальное, конечно. Настолько уникальное, что сами русские не могут его освоить. Ну вот послушаешь то дикторов по телевидению, по радио, что они плетут. Меня вот например всем раздражает сказать пару слов. Как слова распределяются парами. пара бывает лошадей, пара очков, пара носков, но не может быть пара слов. Слово может быть два слова, три слова. Как пара слов. Нет, вот везде пара. Пара лет, пара слов, пару дней. Это абсолютно противоречит нормам русского языка. Ну вот не знают русский язык. Слишком сложный вид батюшка. Да ничего сложного. Это просто элементарная неграмотность. Ну что тут сложного-то? Я же не лингвист и не русист. Просто русский человек, который в детстве книжки читал. Мама владела русским языком, папа владел, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, другая прабабушка. Здесь вот именно то, что читал книжки. там все-таки более-менее грамотные. Которых я прочел, это все французская, немецкая, английская литература. Но в переводе же на русский грамотными людьми. Ну, разумеется, конечно. Отец Дмитрий, объясните парадокс. В наше время часто говорится о том, что причиной нынешней утраты религиозности в обществе является послереволюционное 70-летнее выжигание веры. А в то же время вера Христова с момента зарождения христианства выжила, несмотря на то, что несколько веков жесточайшим образом уничтожалась. А тут за 70 лет и почти вся страна атеистов. Во-первых, не то, что почти вся страна. А наоборот очень малая часть атеистов. Они как ископаемые, их очень мало. В том-то и дело, что все равно русский человек остается таким очень чувствующим мистику существом. Большинство людей, вот сейчас из студии выйдем на улицу и спросим у первого папаши, первый десяток опросим, Бог есть, скажут, есть. Какие это есть? Другое дело, что они не знают многое о нем. Но некоторые уже узнают, но когда все начальное образование было в руках церкви, люди это все знали. Это выжгли. Но они такие неграмотные христиане, но они все равно ими остаются. Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться. Всего вам доброго, до свидания. Еще раз напоминаю, у нас с вами перерыв в общении. Мы с отцом Александром уходим. вернемся, вернемся. У нас такие намерения вернуться, а там как знаешь, у меня был такой случай, я работал в одной телевизионной компании, а потом мне сообщили, что то время, на котором я разглагольствовал, оказалось занято. На каникулах было. Да, пока был на каникулах. Так что все бывает. Ну, а сейчас пока еще силы на это есть, и очень много из наших зрителей просят о том, чтобы мы не бросали этот проект, поэтому пока намерение есть там попозже в конце августа, начало сентября возобновить. Всего вам доброго, до свидания, с праздником Святой Троицы. Спасибо, батюшка, всего доброго, до свидания. субтитры, до свидания. Субтитры